Следующий этап, который будет очень интересен избирателям, это не только этап непосредственного голосования 10 сентября, но и возможность проголосовать заблаговременно, если 10 сентября, в день голосования, избиратель по какой-либо уважительной причине не может присутствовать на избирательном участке и воспользуется своим конституционным правом отдать голос за того или иного кандидата, он может это сделать заблаговременно, за 10 дней в помещении территориальной избирательной комиссии. Для этого необходимо прибыть с паспортом и написать заявление с указанием причины такого голосования. Еще один момент важный, который я хотел бы отметить, что точно так же с 30 августа те люди с ограниченными возможностями или люди по каким-то иным уважительным причинам, которые не могут самостоятельно прибыть на избирательный участок, но будут в месте нахождения, в месте жительства присутствовать, они могут обратиться либо в территориальную избирательную комиссию, либо в участковую избирательную комиссию с соответствующим заявлением и члены избирательной комиссии в день голосования приедут к ним на дом с переносными урнами и примут от них те бюллетени с теми отметками, которые они сделают в этих бюллетенях. Эта избирательная компания будет еще одной особенностью отличаться. Во всех участковых избирательных комиссиях будет применяться средства так называемой КАИБы, комплексы обработки информационных бюллетеней. И все бюллетени будут пропускаться через эти электронные устройства и электронные устройства будут вести подсчет голосов. Вот было принято решение, что во всех комиссиях, а комиссия у нас будет 71 в этот раз, будут установлены такие средства электронного голосования.